Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и сегодня видео, как очистить сосуды от атеросклеротических бляшек. И сегодня вы узнаете, что же такое атеросклеротические бляшки, чем они опасны, к чему они приводят рано или поздно, со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Факторы их возникновения, плохой холестерин и как снизить его повышенное количество в крови, как остановить рост и как уменьшить атеросклеротические бляшки. А также вы услышите кое-что о факторах, приводящих к долголетию. И о факторах, которые долголетие снижают. Ну, конечно же, в связи с нашей темой. Эта информация для тех, кто не будет лениться, поможет спасти жизнь и здоровье. Смотрите это видео полностью от начала и до самого конца, потому как важнейшая информация здесь будет в каждом пункте. Считается, что атеросклеротические бляшки не могут растворяться, если они уже есть, а только могут медленнее расти. Ну и в лучшем случае, возможно, просто прекратить их рост. То есть застабилизировать. Но это, конечно же, не так. То есть верно, не смогут, если вы никак не измените свое питание и образ жизни. Если вы просто будете просить и потреблять какие-нибудь волшебные пилюли, тогда да, ничего принципиально не изменится. Но пока человек жив, все процессы обратимы. Но лучше, конечно, не допускать этого. И то, что я буду сегодня говорить, как раз будет являться и профилактикой, и, конечно же, лечением. Да, эта проблема касается сейчас в наши дни многих процентов 80-90 населения планеты. Если у вас есть одышка, когда вы поднимаетесь по лестнице, скажем, на 4-й, 5-й этаж. Если вы едите сладкое и при этом едите в один день и мясо. Если у вас уже есть инсулинорезистентность и вам за 40 лет, то тогда у вас точно есть атеросклероз и, возможно, уже есть атеросклеротические бляшки. Впервые массовое явление атеросклероза и бляшек увидели американские врачи-патологоанатомы, вскрывавшие американских солдат во время войны с Вьетнамом. Кстати, у вьетнамских солдат не было ни одного случая атеросклероза. А у большинства американских был. И это у молодых ребят, а не стариков. И не сегодня это было, а полвека назад. И всему виной, и тогда это стало ясно, абсолютно и очевидно, именно питание фастфуда, питание высокобелковой пищи с большим количеством при этом сахара в рационе питания. Да и вообще разнообразных, разных сладких продуктов. Помните, что если у вас перекрыто более 60% просвета сосуда, то это начинает чувствоваться. До перекрытия 60% просвета сосуда вы никак можете особо и не чувствовать такое поражение, связанное с уменьшением просвета сосуда. Из-за наличия атеросклероза и бляшек. Также знайте, что у многих курильщиков развивается очень серьезная проблема, облитерирующий эндортерит и, как следствие, гангрена конечности. Механизм возникновения и развития атеросклеротических бляшек подробно мною описана в моем видео «Кровеносная система». Вы его потом непременно посмотрите. Атеросклеротические бляшки представляют из себя жирное ядро и оболочку, плотную соединительную ткань с кальцинированными данными оболочками. При сердечных сокращениях, кровотоке, пульсации, происходит трение атеросклеротических бляшек о сосуды в местах их крепления к сосудам. Таким образом, повреждаются оболочки стенок сосудов, постоянно повреждаются, тем более при сахарном диабете или инсулинорезистентности, когда быстрее возникают любые воспаления, тем более в местах прикрепления к сосудам, чего бы то ни было, а по сути инородных тел. При длительных трениях бляшки могут изъязвляться. Тогда образуются тромбы, сгустки тромбоцитов. Они просто заделывают пробои в сосудах повреждения. Но тромбы время от времени отрываются, и тогда вопрос в том, куда эти тромбы попадают и где застревают. Чем бляшка более кальцинированная, тем более она стабильна. Если же бляшка рыхлая, тем менее она стабильна. И тут самая большая опасность. Если атеросклеротическая бляшка и сосуд в месте крепления бляшки лопается, при том, что если она находится, скажем, в головном мозге или сердечной мышце, тогда возникают инсульты и инфаркты по геморрагическому типу, то есть с кровоизлияниями. Ну а если отрывается тромб, который несется током крови в определенные части организма и попадает на развилку более мелких, чем диаметр тромбососудов, происходит закупорка дальнейшего кровотока в ткани и части органов. Тогда питающиеся кровью через эти закупоренные сосуды ткани перестают получать кислород и отмирают. Тогда у человека, если это произошло в головном мозге или сердце, возникают инсульты и инфаркты уже по ишемическому типу. Самые распространенные именно такие инсульты и инфаркты. Безусловно, этому способствуют. И на первом месте здесь стоит проблема потребления алкоголя. Но это отдельная, хотя и очень глобальная и важная тема. Но сегодня тема о атеросклерозе и атеросклеротических бляшках. Атеросклеротические бляшки возникают в артериях и артериолах, но не в венах. Почему? Это я подробно объяснял в своей лекции «Кровеносная система». Чаще всего бляшки возникают в сонных артериях, затем в сосудах головного мозга, затем в коронарных артериях, как раз то, о чем я говорил, то есть угроза сердцу и мозгу. Но и в брюшной аорте могут быть атеросклеротические бляшки, вызывая аневризмы. Могут они возникать и в почечных артериях, и в ногах, и во многих внутренних органах. Смотрите непременно мою лекцию «Чистим сосуды, укрепляем сердце». Чаще всего, когда бляшка вырастает, если она растет плавно, она долго и постепенно перекрывает просветы сосудов. Это происходит не в раз. И тогда возникают обводные кровеносные пути. Происходит дублирование путей поставки крови в те или иные органы и ткани. Тогда развитие атеросклероза и атеросклеротических бляшек может быть и без последствий. Потому, особенно в советское время, после инфарктов и инсультов, а лучше не дожидаясь для профилактики, уже имея атеросклероз, всем рекомендовалось хотя бы на месяц, а лучше дольше, ну, что называется, на опережение, рекомендовалось ездить в горы. И при небольшом недостатке кислорода происходило ускоренное развитие кровеносных сосудов, то есть тех самых обводных путей. Гуще разрасталась микрокапиллярная сеть. Но еще лучше, дорогие товарищи, применять меры комплексные, а не одиночные. Именно комплексные меры, о которых я вам скоро и расскажу. Какие есть главные факторы возникновения атеросклеротических бляшек? Первое. Курение и алкоголь. Второе. В рационе питания много мяса, высокомолекулярных белков вообще и сладкого. Третье. Вечерние и ночные перекусы, обжорство. Частое. Высококалорийное питание. Четвертое. Потребление большого количества соли и жесткости. Жесткой воды. Пятое. Проблемы с печенью. Шестое. Дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витаминов К2 и Д3. Седьмое. Отсутствие движений. Малый физический труд. Застой лимфы. Ну а теперь, как уменьшить объем атеросклеротических бляшек? Как их растворить? Как их сократить? Первое. Это происходит при голодании. Обязательно смотрите две моих на эту тему важнейших лекции. Интервальное голодание и лечебное и очистительное голодание. Тогда вы не совершите ошибки, которые некоторые люди все-таки совершают. Изучите эти лекции и применяйте это естественное природное средство, возможность, без ошибок, а на пользу здоровью. Второе. Уменьшить, а лучше отказаться вовсе от потребления любого мяса. Помните, что различные диеты, орниша, где практиковалось только ово-лакто-вегетарианство с неограниченным потреблением растительной пищи, диета адвентистов седьмого дня, наших бывших, кстати, старобрядцев, которые очень мало и небольшое количество дней в году ели мясо, но в малых количествах. Диеты многих народов, от хунзи до прочих, о которых я сейчас кое-что вам тоже скажу. Так вот, все эти диеты изучались и дают повод сказать однозначно, что потребление высокомолекулярных белков, мяса в первую очередь, приводит к более быстрому возникновению и обильному росту, в том числе атеросклеротических бляшек. А теперь я позволю себе кое-что зачитать из книги «Парадокс растений», автором которого является Стивен Гандри, известный кардиохирург-трансплантолог, провел самое большое количество в мире успешных операций по пересадке сердца новорожденным. И вот наряду с прочим в своей данной книге он пишет следующее. А в своих исследованиях и книгах он основывается исключительно на знаниях и на доказанных фактах. В своем разделе данной книги «Другие стройные народы-долгожители» он пишет, что пальму первенства по числу здоровых долгожителей между собой разделили окинавцы, ну это остров Окинавы, Япония, понятно, все знают, китавцы, не китайцы, а китавцы, сейчас я поясню кое-что, и жители Сардинии и Крита. Первые едят много резистентных крахмалов, вторые же любят омега-3 жирные кислоты. Китавцы – это маленькое земледельческое племя, которое живет на очень маленьком островке, принадлежащем Папуановой Гвинеи. Несколько десятков лет это племя изучал известный шведский врач Стафан Линдеберг. Так вот, китавцы получают 60% своих калорий из пищи, из углеводов, 30% из жиров, по большей части насыщенных, и лишь 10% из белков. Повышенного холестерина, атеросклеротических бляшек у них нет. После изучений был сделан очень важный вывод. В отличие от обычных крахмалов, например, кукурузы и риса, резистентные крахмалы не перерабатываются мгновенно в глюкозу, а проходят через тонкую кишку цельными и невредимыми и достаются практически в полном объеме нашей кишечно-симбиотической микрофлоре, которая и использует их в пищу, и вырабатывает нам важные, необходимые и легко усвояемые продукты метаболизма, которые являются для нас важными питательными веществами. Резистентные крахмалы, подобно и другим пробиотикам, также повышают продукцию хороших бактерий, их количество в кишечнике, не только улучшая при этом пищеварение и усвояемость питательных веществ, но и стимулируют рост тех самых симбиотических бактерий, которые участвуют в починке слизистой оболочки кишечника, предотвращая синдром раздраженного дырявого кишечника. Итак, резистентные крахмалы снижают калорийность пищи, они помогают быстрее почувствовать себя сытыми и, соответственно, меньше есть. Они стимулируют сжигание жира и уменьшают запасение жира после еды, в отличие от других углеводов. И, конечно же, вам не обязательно жить на острове вместе с ними и есть точно так же, как они, вам достаточно знать, что относится к этим так называемым резистентным крахмалам, что они из себя представляют, как можно есть продукты, которые содержат в себе много резистентных крахмалов, и как их сочетать с другой пищей. А также, и если вы хотите, чтобы я объяснил вам эти нюансы, то напишите тогда вот здесь, под этим видео, в комментариях. Да, я хочу, чтобы вы рассказали о резистентных крахмалах. И, конечно, я хочу напомнить, что я обязательно сделаю видео, которое обещал, а что же тогда есть. Эти две лекции будут связаны друг с другом. Но все же я считаю, что тему резистентных крахмалов нужно рассмотреть отдельно. Жду вашу обратную связь. Не ленитесь, пишите комментарии, пошлите мне запрос. И еще в этой связи то, что я обещал, я вам сейчас скажу. В разделе «Насколько мало можно есть» Стивен Гандри описывает следующее. Дословно. Где пролегает нижняя граница потребления белков. Мой бывший коллега по университету Лома-Линда, доктор Гэри Фрезер, скорее всего, может ответить на этот вопрос. В своих исследованиях долгожителей-адвентистов и мета-анализе шести других исследований, он показал, что адвентисты-веганы, то есть те, которые вообще не потребляют продукты животного происхождения, живут дольше всех. На втором месте адвентисты-вегетарианцы, ограничивающие свое потребление именно в животных продуктах молочными жирами. Адвентисты-вегетарианцы, которые пьют молоко, идут на третьем месте. И я объяснял, чем опасно молоко уже 10 лет в своих видео. А замыкают этот рейтинг адвентисты, которые иногда едят курицу или рыбу. Что это означает для вас, задают как бы вопрос автор. Это значит, что употребление животного белка вообще не обязательно для хорошего здоровья. И полный отказ от животного белка продлил срок жизни среди народа и без того отличающегося долгожительством. Ну и далее Стивен Гандри завершает следующими словами. Если вы по-прежнему считаете, что просто не можете жить без бургеров, котлет и стейков, подумайте вот о чем. Риск развития болезни Альцгеймера напрямую коррелирует с количеством употребляемого мяса. А теперь представьте, что может быть на полностью растительной диете с ограничением лектинов. А лектины, дорогие друзья, это такие белки, которые вызывают воспалительные процессы. Воспаление в организме вызывает три группы продуктов. Лектины белки, высокомолекулярные белки любые. И в частности, в большей степени, конечно, молочный белок казин. Ну и, естественно, сахара, быстрые углеводы. В своей лекции «Синдром дырявого кишечника» я рассказывал, что такое лектины. Гандри здесь просто упомянул Альцгеймер. На самом же деле, проблема, связанная с потреблением высокомолекулярных белков, обширна. Если вы захотите, кто еще не в курсе, понять эту тему глубоко, проанализировать, посмотрите хотя бы мое видео «Мясо» и мое видео «Раздельное питание», где я досконально объясняю эти взаимосвязи и биохимию данного вопроса. Так что переход на сыроедное веганство очищает сосуды, безусловно. Ну а я перехожу к моей лекции. Третий пункт. Физические нагрузки необходимы каждый день, равномерные, посильные, но обязательные. Четвертый пункт. Статины, конечно же, уменьшают уровень холестерина в крови, так как блокируют синтез холестерина в печени. Уменьшение атеросклеротических бляшек таким способом может быть до 20-25% в течение года. При этом стабилизация бляшек наблюдалась без некротических процессов, а при уменьшении бляшек уменьшается вероятность тромбообразования. Побочные действия статинов, конечно же, обширные. Это и возможные повреждения печени. Это и мышечные боли. Это и повышение уровня глюкозы в крови. Тем не менее, знайте, что такой способ уменьшения количества холестерина есть. Пятый пункт. Это, конечно же, чеснок и хрен. Очень важные продукты, которые уменьшают холестерин, вредный холестерин в крови и провоцируют печень на выработку желчи. Шестое. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Обязательно посмотрите это мое видео, а также видео про витамин D3 и видео про витамин К1-К2. Седьмое. Необходимо убрать быстрые углеводы, то есть все сахара. Другими словами, все сладкое из рациона питания. Ну а теперь мы переходим к завершающей, но не менее, а даже более важной теме. Как уменьшить вредный холестерин в крови? Но вначале моя маленькая реклама. Краткая информация про заповедник. Кто-то помнит из моих старых зрителей, по крайней мере, что я создавал лесной заповедник на территории Лакнянского района. Уже выпускал видео о том, что временные работы там прекращаются, что я его хочу продать человеку, который сможет либо заняться этим же самым, либо чем-то аналогичным, то есть хорошим делом на земле. Вся инфраструктура есть. Что называется, помощь разного рода тоже будет оказана. Кто будет заинтересован, обращайтесь. Я вышлю тому, кто заинтересуется, приобрести более подробную информацию. Почему я прекратил там развитие? На то несколько причин. Во-первых, это все-таки удаленность от основного моего центра, это от Пушкинских гор. Распыляться на несколько крупных проектов невыносимо трудно. И материально, и морально, и по другим разным причинам. Это действительно так. Но объять необъятное все же сложно. И я хотел бы, чтобы тот проект все-таки попал в руки людей, таких же неравнодушных, кто захотел бы развивать. А я бы помог. И там действительно много путей для развития, как для такого, знаете, просто благого дела. И, скажем, для примера другим, кто захочет заниматься данными направлениями в дальнейшем. Но я хочу также сказать, что можно и хозяйственную деятельность вести, вполне приносящую доходы, не прям сразу, но, в принципе, в ближайшей перспективе. И об этом подробно я, как уже сказал, могу пояснить тем, кто захочет развивать эти территории. Очень красивые, прекрасные места. И об этом можете написать мне на почту. Буду ждать заинтересованных в этом людей. Надеюсь, тех, кто будет продолжать начатое мною. А также, дорогие друзья, не забывайте посещать мой сайт nadgar.ru. На нем вы найдете много уникальных и продуктов, и препаратов, которые улучшат здоровье, которые полезны и необходимы для здоровой жизни любого человека. Итак, кратко подведем первый подыток, и переходим к заключающей, самой важной теме. Веганская диета, разумная веганская кето-диета, физические упражнения, возможно, статины или их аналоги, это лучшая стратегия в борьбе с атеросклерозом и атеросклеротическими бляшками. Периодически делайте анализы. Проверяйте уровень липопротеинов низкой плотности. Помните, что уровень липопротеинов низкой плотности надо держать ниже отметки 1,8 ммол на литр. Да, и еще хочу подчеркнуть важный момент. Много лет подряд я отвержу, примерно 80% всего холестерина организма синтезирует наша печень. 20 примерно процентов у среднестатистического человека получается из пищи. Холестерин это животный жир. Он либо поступает с продуктами животного происхождения к нам, с пищей. Кто ест животные продукты, разумеется. Или на 80, а у веганов на 100% синтезируется нашей печенью и кишечной микрофлорой. Поэтому холестерин в плане получения его из продуктов питания абсолютно необязателен, потому что для нужд организма он может в полной мере синтезироваться. Вопрос в другом. Здоровая ли у вас печень? Правильно ли она работает? Хорошо ли у вас работает, справляется с нагрузкой лимфатическая система? И конечно же, что вы едите? Ну а теперь 4 варианта уменьшения вредного холестерина в крови. Первое. Можно снизить всасываемость холестерина. Есть такой препарат. Эзитимип. Он блокирует транспорт холестерина из кишечника в кровь. То есть препятствует всасыванию холестерина. Это первый способ. Второй способ. Можно повысить скорость захвата нашими клетками через рецепторы холестерина для его разрушения. Для этого, к примеру, придумали ученые препарат Алирокумаб. Ну или его аналоги. Так вот этот препарат и аналоги блокируют ферменты, разрушающие рецепторы к липопротеину низкой плотности. И побочных эффектов у него мало. Третий вариант. Это расщепление липопротеина в низкой плотности внутри клеток. То есть сделать так, чтобы они хорошо метаболизировались. К примеру, таким свойством обладает препарат фенофибрат. И эти первые три варианта с применением данных препаратов нужно проводить только под присмотром опытного врача. То есть изначально необходима консультация с лечащим опытным врачом, который хорошо разбирается в биохимии. Четвертый способ. Очень интересный, очень рабочий, действенный способ, который не вызывает никаких побочных эффектов. Этот способ заключается в выведении желчи из организма, в ее растрате. Дело в том, что холестерин в организме идет в том числе по большей части на синтез желчных кислот. И этим можно воспользоваться. Просто надо связать желчь с холестерином. Ну где? В 12-перстной кишке, естественно. Дело в том, что желчные кислоты в тонком кишечнике, а 12-перстная кишка это первый отдел тонкого кишечника. Так вот, желчные кислоты там всасываются обратно в кровь и поступают в печень. Оттуда, через общий желчный проток, опять поступают в 12-перстную кишку. Так происходит рециркуляция желчных кислот в организме. А если мы эту рециркуляцию, этот цикл разорвем, то есть, скажем, удалим, потратим желчь, то есть, если возникнет ее дефицит для построения желчных кислот, а материал для их строительства есть холестерин, и вот тогда, при недостатке желчных кислот, холестерин будет активно поглощаться печенью, и его, то есть, холестерина в крови будет меньше. Препарат, который связывает желчные кислоты, называется холестерамин. Он полностью безвреден, еще раз это хочу акцентировать. Его эффективность довольно-таки велика, но особо велика в комплексном применении, то есть, имеется в виду изменение, кардинальное изменение питания, образа жизни. Ну, а напоследок хочу сказать, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты повышают хороший холестерин, тем самым снижая вредный плохой холестерин. Чеснок – отличное желчегонное средство, и он также является природным антисептиком. Прекрасное средство. Ну, а теперь хочу порекомендовать вам посмотреть все те мои лекции, о которых я говорил уже вам сегодня, и которые хочу акцентировать сейчас. Посмотрите непременно, не поленитесь, составьте себе конспект во время их прослушивания, и тогда у вас будет полное, глобальное, комплексное понимание всех причинно-следственных связей. И вам не нужно будет 5 или 10 лет для изучения в медицинских учреждениях данного вопроса. Первое. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Второе. Кровеносная система. Следующее. Жирная, густая, вязкая кровь. Следующее. Пищеварительная система. Интервальное голодание. Инсулинорезистентность. Почему нельзя есть после 16.00? Раздельное питание. Витамин К2. Витамин Д3. Поле ненасыщенной жирной кислоты. Чистым сосудом укрепляем сердце. Калории. Лимфа. Пожалуй, это самые главные лекции в данной связи. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, данная моя лекция была вам интересной, познавательной, поучительной. И вы отблагодарите меня хотя бы, поставя лайк, поддержав мой канал и его развитие. Делитесь моим данным и другими видео в соцсетях с своими друзьями, коллегами, товарищами. Желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья и здравомыслия. Увидимся в следующий раз. До новых видео. До свидания.